Никита Хрущёв остался в истории как один из самых ярких политиков 20 века и самых одиозных. В эпоху именно этого лидера СССР был развенчан культ личности Сталина, Украине был передан Крым, страна стала космической державой, советские граждане осваивали целину и выращивали кукурузу, массово переселялись в Хрущёвки, догоняли Америку по молоку и мясу, наблюдался расцвет культуры, мир пережил Карибский кризис, а сам Хрущёв не стучал по трибуне ООН ботинком. Это миф и фейк. Грозил империалистам по-крестьянски, увесистым кулаком. Мы живём на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам, не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР фактически управлял страной 11 лет. Эти годы принято называть оттепелью, хотя ряд историков и политологов окрестили эпоху Хрущёва болотом и слякотью. До сих пор нет единого мнения в оценке этого периода советской истории. Как и в том, кем в реальной жизни был Никита Хрущёв – удачливым выскочкой или политиком, который просчитался с реформами, убеждённым борцом за коммунизм или же лицемерным приспособленцем к великой идее? И чем из того, что он сделал на посту лидера сверхдержавы, действительно можно гордиться? Ответ на эти вопросы могут подсказать мемуары Никиты Хрущёва. Хотя и на этот счёт у историков нет единого мнения. Некоторые считают их фальсификацией, состряпанной не без участия вражеских спецслужб. 1969 год. Советский журналист Виктор Луи тайно вывозит из СССР увесистую рукопись под названием «Хрущёв вспоминает». На родине не напечатать. Хрущёв в опале. С 1964 года, после ухода с должности первого секретаря ЦК КПСС, он стал неупоминаемым. Лишь в большой советской энциклопедии «Скупые строки». Ушёл из-за преклонного возраста, состояния здоровья, элементы субъективизма и волюнтаризма. В кулуарах обсуждалась другая версия его отставки – заговор. Сомнительно. Хотя Хрущёву действительно помогли уйти соратники по партии во главе с Леонидом Брежневым. Чашу терпения переполнила так называемая «апельсиновая сделка». По соглашению о продаже правительством СССР имущества, принадлежащего СССР, правительству государства Израиль от 7 октября 1964 года Израилю отошла недвижимость, которая когда-то принадлежала Российской империи на Святой Земле и была предметом многолетних споров двух стран. Она была оценена в 4,5 миллиона американских долларов. В несколько раз дешевле реальной стоимости. Мало того, израильтяне в основном расплатились явскими апельсинами и текстилем. И это при том, что до его прихода к власти СССР кормил полмира, после прочно оказался в должниках. 12 октября 1964 года всё было решено. Хрущёва освободить от занимаемых должностей, для чего вызвать из отпуска в Питсунде. 13 октября состоялось заседание Президиума ЦК. Первым взял слово Брежнев и предъявил обвинение спискам. Создание культа личности, теперь уже самого Хрущёва, оскорбление единомышленников и членов партии, совмещение должностей и бесчисленное количество ошибок в управлении страной. 14 октября Хрущёв объявил, что готов добровольно покинуть пост. Первым секретарём ЦК КПСС был избран Леонид Брежнев, а председателем Совета Министров стал Алексей Косыгин. С этого времени совмещать высшие должности в руководстве страной было запрещено. Одно из самых непопулярных решений Хрущёва, которое упомянули на роковом для него пленуме, прекращение выплат по всем выпускам облигаций внутреннего займа в 1957 году. Сбережения большинства советских граждан были потеряны. На принудительные подписки по займам уходило в год от одной до трёх месячных зарплат. СССР, согласно современной терминологии, фактически оказался в состоянии дефолта. В 1959 году жителям городов и рабочих посёлков было запрещено держать в подсобных хозяйствах скот, а у колхозников личное поголовье принудительно выкупало государство. Начался массовый забой скота и сокращение поголовья в масштабах государства. После отставки Хрущёв жил на даче под Москвой. Ходил всё в той же толстовке и мятом пиджаке, в которых был запечатлён на официальных фото. И предавался воспоминаниям. Наговаривал мемуары на магнитофон. Он родился в селе Калиновка Курской области 15 апреля 1894 года по новому стилю. В семье Батрака Сергея Никаноровича Хрущёва. Летом вместе с отцом и матерью Ксенией Ивановной ходил на подёнщину. Зимой посещал церковно-приходскую школу. К 9 годам научился считать до 30. «Всё, что тебе нужно, выучиться считать деньги. А больше 30 рублей у тебя всё равно никогда не будет», — сказал отец. Но, тем не менее, на этом образование Никиты тогда не завершилось. Ему было 12, когда семья перебралась в угольный рудник возле посёлка Юзовка, сегодняшний Донецк, за лучшей долей. Пока отец махал киркой, а мать стирала бельё, сын подрабатывал чисткой паровых котлов. В 14 Никита пошёл учиться слесарному делу на завод, увлёкся рабочим движением, вступил в профсоюз, принял участие в стачке. Хрущёву 20, грянула Первая мировая война. Он получил бронь, работников шахты не отправляли на фронт. Тогда Никита слесарил на шахте Рудченкова в электротехнической бригаде, обслуживал лебёдки, играл в футбол, состоял в обществе трезвости и вёл вполне респектабельную жизнь по меркам своего окружения. Я женился в 1914, 20 лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия, слесаря, я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Незадолго до женитьбы Хрущёв едва не эмигрировал в Америку. В царской России, которая вступила в заведомо проигрышную войну, не видел для себя перспектив. В России его удерживала любовь. Рыжеволосая гимназистка, красавица Ефросинья Писарева изменила его планы, а, возможно, и мировую историю. 1962 год. В разгаре другая война. Холодная. Противостояние СССР и Запада подошло к самой опасной черте. США разместили в Турции свои баллистические ракеты. В зоне их досягаемости вся европейская часть страны и столица Москва. В ответ на отказ их убрать, Хрущёв решает тайно разместить советские баллистические ракеты в подбрюшье Америки на Кубе. «Американцы нас предупредили в неофициальном порядке через каналы, которые тогда у нас были с президентом Кеннеди и его доверенными людьми, что они знают, что мы на Кубе устанавливаем ракеты. Естественно, мы всё отрицали. Могут сказать, что это вероломство. К сожалению, данная форма дипломатии сохраняется, и мы ничего нового тут не выдумали, а только воспользовались теми же средствами, которыми пользуется противник в отношении нас». 27 октября. Чёрная суббота. Современники назвали её днём, когда мог кончиться календарь. Но Карибский кризис разрешился мирно. Во многом это было результатом серии переговоров, которые Хрущёв тайно вёл с президентом Америки. Лидера СССР обвиняли в слабости, даже трусости перед Западом. Но сам Никита Сергеевич собой гордился. «Карибский кризис является украшением нашей внешней политики, в том числе моей, как члена того коллектива, который проводил эту политику и добился блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого выстрела». В общем, как сказали бы КВНщики, не попал Никита Сергеевич в Америку ни в юности, ни ракетами. Вернёмся в 1914 год, когда любовь к прекрасной гимназистке не пустила его за океан. Вскоре после женитьбы на Ефросиньи у Хрущёва родилась дочь Юлия. В 1917 – сын Леонид. Вот воспоминания Хрущёва. «Я был лучше обеспечен в дореволюционное время, работая простым слесарем. Зарабатывал 45 рублей при ценах на чёрный хлеб в 2 копейки. Ботинки – самые лучшие, скороходовские, до 7 рублей. Когда я вёл партработу в Москве, то и половины того не имел, хотя занимал довольно высокое место в общественно-политической сфере. Но мы смотрели в будущее, и наша фантазия в этом отношении не имела границ. Она вдохновляла нас, звала вперёд на борьбу за переустройство жизни». В 1918-м Хрущёв вступил в партию большевиков, возглавил на родной шахте отряд Красной Гвардии и, по его уверениям, ушёл воевать за советскую власть. 1920-й год. Политкомиссар 2-го батальона 74-го полка 9-й стрелковой дивизии Красной Армии Никита Хрущёв переживает личную драму. От Тифа умерла жена. Скупые строки в мемуарах. «Её смерть стала для меня большим горем. Воевать больше нет сил». Хрущёв просит партийное руководство направить его на учёбу в партийную школу при политотделе. В 1922 году Хрущёв поступил учиться на РАП-фак техникума в Юзовке. В молодой советской России так назывались курсы по подготовке в высшие учебные заведения. Там встретил вторую супругу Марусю. Прожили вместе недолго. Через три года он снова влюбился в третий и последний раз. Избранницей стала Нина Кухарчук, преподаватель в партшколе посёлка Юзовка. Нина родит ему ещё четверых детей. Выживут трое. Рада, Сергей и Елена. Станет первой, кто будет выезжать с мужем на высокие визиты за границу. Официально они поженились только в 1965-м, через год после его отставки. После окончания РАП-фака Хрущёв возвращается в Юзовку, мечтает поступить в ВУЗ на факультет машиностроения. «Как слесарь я любил свою техническую профессию, любил машины, но в Юзовке мне сказали «нет, надо идти на партийную работу, потому что это сейчас главное». В 1925-м стал партийным руководителем Петрова-Маринского уезда Сталинского округа Украинской ССР. В 1929-м году ему 35. Последний год, когда можно поступить в ВУЗ. Нина настаивает «надо учиться». Решение о направлении на учебу в промышленную академию в Москве принималось на самом верху в ЦК Компартии Украинской ССР. Пройдет время, и с января 1938-го по декабрь 1949-й, с небольшим перерывом в 1947-м году, он будет руководить Компартией Украинской ССР. Хрущёв вместе с семьёй переехал в столицу в 1929-м. Началась стремительная политическая карьера. Этому предшествовало знакомство с женой Иосифа Сталина, Надеждой Аллилуевой. Надежда тоже была слушательницей промышленной академии и членом местной парт-ячейки, которую возглавлял Никита Сергеевич. Они приятельствовали. Пройдет немного времени, и Хрущёв станет одним из любимцев вождя народов. «Сталин назвал меня на украинский манер Микитой» и тыкал пальцем в живот. С 1931-го года Хрущёв — секретарь Бауманского, а затем Краснопресненского райкома в партии Москвы. А в 1932-м году допущен на Красную площадь — стоять возле мавзолея Ленина во время парадов. Ещё не в ближнем круге Сталина, но уже в окружении. Рядом с Надеждой. Вот как он вспоминает тот день. Дул ветер, Аллилуева глянула и говорит. «Вот, мой не взял шарф. Простудится и опять будет болеть». Всё это было очень по-домашнему и никак не вязалось с вросшими в наше сознание представлениями о Сталине. Три года спустя Хрущёв — первый секретарь Московского горкома ВКПБ и член Центрального комитета партии. В 1937-м — депутат Верховного Совета СССР. Тогда в стране шли репрессии против так называемых врагов, для чего были созданы так называемые «тройки» — внесудебные органы для вынесения приговоров по делам антисоветских элементов. 10 июля 1937 года членом такой «тройки» был утверждён Хрущёв и оставался до конца 1938 года. В своих мемуарах он не скрывал, что стал свидетелем чудовищных по масштабу репрессий. Первый этап репрессий был направлен пока что против уголовных элементов. Потом уже появились жертвы политического террора. Хотя и умолчал о том, что и сам непосредственно участвовал в репрессиях и подписывал расстрельные списки. Как же самому Хрущёву удалось избежать репрессий? Он объясняет это так. Хрущёв подробно рассказал об обстоятельствах смерти Сталина, аресте Берии, о своём избрании на должность первого секретаря ЦК. Но почему на знаменитом 20-м съезде именно он выступил с докладом о развенчании культа личности — ни слова. Много страниц из книги воспоминаний Хрущёва о Великой Отечественной войне. Воевать он начал на Украине летом 41-го. В разное время был членом военных советов пяти фронтов, в том числе Сталинградского. Как и очень многие советские граждане, Хрущёв потерял на войне близкого человека. В 1943 году под Смоленском был сбит самолёт гвардии старшего лейтенанта Леонида Хрущёва — старшего сына Никиты Сергеевича. Впрочем, тело так и не нашли, и он числился пропавшим без вести, хотя в его смерти в бою никто из родственников, включая отца, никогда не сомневался. После освобождения Украинской ССР Никита Сергеевич остался в Киеве и возглавил республиканский софнарком. Победу встретил в звании генерал-лейтенанта. В 1949-м он вновь в Москве на должности главы городского и областного горкома партии. Вспоминая о тех временах, Никита Сергеевич вдруг прерывает свои мемуары. Следующая глава биографии датирована 12 марта 1968 года. Только что передали по радио трагическую весть о том, что погиб Гагарин. Очень жаль. Хороший был, смелый человек. Из самолёта выходит Юрий Алексеевич Гагарин и направляется к трибуне. Уверенно, как два дня назад из космоса звучит его голос. Товарищ первый секретарь, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в истории человечества полёт на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля успешно совершён. Чувствую себя отлично. Майор Гагарин. Никита Сергеевич Хрущёв, Юрий Гагарин и его жена садятся в голубой открытый ЗИЛ-111, украшенный гирляндами роз. Кортеж машин направляется к Москве. Результаты космических разработок, начатые в сталинские времена, выстрелили именно в эпоху его правления. И космосу, конечно, нашлось место в мемуарах Хрущёва. А вот решение жилищного вопроса в масштабах страны не упомянуто. Единственная инициатива Хрущёва, которой историки дают однозначно положительную оценку. Из подвалов, землянок, бараков и коммуналок переселились в свои квартиры десятки миллионов советских людей. Хрущёвки и мирное разрешение Карибского кризиса – пожалуй, всё, чем Никита Сергеевич действительно мог бы гордиться на посту лидера СССР. Передачу Крымской области в состав Украинской ССР в 1954-м историки и политологи позднее не раз назовут самым глупым поступком Хрущёва за всё время нахождения на вершине власти. В тот год страна отмечала 300-летие Переяславской Рады, на которой было принято решение о воссоединении Украины с Россией. До сих пор бытует мнение – Никита Сергеевич это сделал в порыве пьяной щедрости после двух кружек коньяка. Говорят, что решающим аргументом в той ситуации стало строительство Каховской гидроэлектростанции на Украине и планы возведения Северокрымского канала. В мемуарах это решение Хрущёв не комментирует. Ещё одна инициатива Хрущёва, начатая в том же году – освоение целинных земель ради увеличения производства зерна. Предполагалось распахать более 43 миллионов гектаров в Казахстане, Сибири, Поволжье и на Урале. Зерновые показатели действительно выросли. Вопрос – какой ценой? Учёные сразу прогнозировали катастрофу. Распашка целинно-залежных земель приведёт к их хронической деградации – постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия. В итоге за несколько лет в целинные земли было зарыто до 20% всего бюджета СССР на сельское хозяйство. В сухом остатке результат оказался плачевным. За зерно расплачивались золотом. В год казна теряла до 500 тонн драгметаллов. Если до прихода к власти Хрущёва страна была экспортером пшеницы, после стала импортером. А вот его строки из мемуаров. Объезжая целинные поля, я видел много такого, чего не хотел бы видеть. Когда убирали хлеб, то сыпали зерно прямо на землю. При перевозке происходили большие потери. Таков не было, складов не было. Не хватало вовсе простого брезента. Пшеницу на земле прикрывали кое-как. Рабочей силы не хватало, и поэтому потери были колоссальные. Не рассказал и о том, как придя к власти на волне отрицания Сталина, сломал советскую модель экономики, которая выстраивалась годами, и вывела СССР в мировые лидеры. Как ставил эксперименты в народном хозяйстве, большинство из которых провалилось. Не было в мемуарах ни рассказов о повсеместном внедрении кукурузы после визита в США. Хотя народ и так помнил то время и даже увековечил его в анекдотах. И как пообещал показать американскому президенту Никсону Кузькину мать во время легендарной выставки в Сокольниках. Не упомянул и жестоко подавленный бунт в Новочеркасске. Здесь, летом 62-го, произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Они протестовали против резкого повышения цен. Это было следствием экономической политики Никиты Хрущева. Против митингующих бросили вооруженные силы милиции и КГБ. После случайного выстрела военные начали стрелять в толпу. 17 человек погибло. Около 70 получили ранения. Позже семерых зачинщиков бунта приговорили к расстрелу. 103 человека получили тюремные сроки от 2 до 15 лет. Да, впрямую Хрущев не отдавал приказа подавить забастовку таким бесчеловечным способом. Просто велел прекратить все это любой ценой. Но это случилось. И в годы, когда именно он руководил СССР. Одна из последних записей в мемуарах. В своем преклонном возрасте я постоянно возвращаюсь к прожитому. У меня теперь другого нет. Будущее для меня определяется только могилой, которой я не боюсь. И не только не боюсь, но и желаю ее. Скучно, скучно жить в моем положении. Какой же была судьба воспоминаний Хрущева? В 1970 году руководство страны узнало о том, что на Западе готовится их публикация. Никиту Сергеевича срочно вызвали в комитет партконтроля. Вскоре в центральных газетах появилось опровержение. Как видно из сообщений печати Соединенных Штатов Америки и некоторых других капиталистических стран, в настоящее время готовятся к публикации так называемые мемуары или воспоминания Никиты Сергеевича Хрущева. Это фабрикация. И я возмущен ею. В 90-е мемуары Хрущева вышли в печати в России. На родине этого многолетнего лидера одной из двух мировых сверхдержав. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok